Здравствуйте! Минэкономразвитие ухудшило прогноз роста экономики России в 2016 году. С документом ознакомились ведомости. Согласно прогнозу, произойдет ухудшение основных показателей. ВВП сократится на 0,8% против ожидавшегося роста на 0,7%. Среднегодовой курс составит 68,2 рубля за доллар. Цена нефти марки Юрлс – 40 долларов за баррель. Инфляция – 8,5%, а ток капитала составит 50 миллиардов долларов. Также в отчете сказано, что в новом году продолжится обеднение россиян. Реальная зарплата сократится на 3,5% против ожидаемых 0,2%. Доход населения на 4%, ожидалось 0,7%. Безработица возрастет до 6,3%. Было 5,8%. Промышленное производство продолжит спад на 0,4%. В ближайшее время в России могут подорожать смартфоны. Рост цен составит от 10 до 20%, пишет газета «Коммерсант». Рост цен ожидается из-за падения рубля и окончания новогодних акций. В частности, Samsung прогнозирует общее повышение цен на 15-20%. В Lenovo также допустили рост цен на 15-20%. Это произойдет в случае, если курс доллара по-прежнему будет не ниже 70 рублей. В Sony Mobile заявили, что если курс доллара будет на уровне 75-80 рублей, смартфоны этой марки вырастут в цене на 10%. Часть российских туристов решила провести отпуск в Турции. Вопреки запрету, некоторые граждане планируют организовать отдых в этой стране. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. В ведомстве подчеркнули, что желающие могут купить билет на регулярный рейс в Турцию, самостоятельно забронировать отель. С покупкой страховки проблем тоже не будет. Мало того, что она свободно продается, цены на нее не изменились. И хотя туроператорам запрещено продавать турпутевки в Турцию, авиасообщение продолжается. И обеспечивается оно Аэрофлотом и Turkish Airlines. И в продолжении темы, пермики лишились двух курортных рейсов. Уральские авиалинии отменили регулярный рейс в Объединенные Арабские Эмираты в Дубай, а компания Pegas Touristic – чартер до тайского Пхукета. Это произошло еще осенью, но последний вылет произойдет 19 января. Сообщает коммерсант Прикамья. Отмена рейсов произошла по причине падения спроса на туры по этим направлениям. Оставшиеся чартеры в Таиланд, Вьетнам и Индию пока останутся. Напомню, в 2015 году на первом месте по продажам в Перми находился Таиланд. Второе место делили Вьетнам и Арабские Эмираты. Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже 30 долларов за баррель. С начала 2016 года черное золото подешевелось 37 долларов за бочку до 30. Отреагировали и валюты. Курс доллара, по данным Центробанка, на выходные составляет 76,56 рубля, подрос незначительно. Курс евро – 83,29 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах.